Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Доме Печати прошла презентация двух изданий. В первом автор Ахмеда Шорова под названием «Благодарю тебя, жизнь» собраны произведения о любви к родной земле. А в сборнике Султахана Аджикова «Забавный сундук» много увлекательных рассказов о честности и доброжелательности к людям. Страницу новых изданий перелистал Мурат Джанкёзов. Народный писатель Карачаева-Черкесия Ахмед Шоров является автором 20 поэтических и прозаических книг. В его новой книге «Благодарю тебя, жизнь» написанная на черкесском языке собраны лучшие произведения автора. В первой части книги ярко выражены рассказы о великих людях черкесского народа, героях Советского Союза, героях социалистического труда, лауреатах государственных премий. Во второй части собраны произведения и стихи о родине и дружбе народов. Я очень стараюсь укрепить эту дружбу с народами, которые живут у нас в республике и с русским народом. Почему? Потому что все наши заслуги связаны обязательно с русским народом. Вот, например, в газете «День республики» я опубликовал такие публицистические статьи, как Шора Ногмов и Пушкин. Встречались ли они? Это одна статья. И вторая статья – «Черкешенка. Жена русского царя». Эти статьи вошли в книгу, которую сегодня презентуют. Ещё одна презентованная книга, написанная на ногайском языке – «Забавный сундук» Салтахана Аджикова. В неё вошли произведения, предназначенные для среднего и старшего школьного возраста. Вниманию юных читателей предоставляются уникальные рассказы, которые нацелены на формирование таких качеств, как честность, доброжелательность, сострадание и любовь к родине. Все рассказы, которые вошли в эту книгу, они были напечатаны в разные времена и на русском языке, и в переводе, и в моём, и в других этих авторов. Ну, например, здесь, вот, в газете «День республики» когда-то выходили мои рассказы, которые вошли в эту книгу, в Альманахе, Ставрополье, в Ростове-на-Дону, в журнале «Дон», в Москве. На мероприятии была озвучена такая деталь. За последние два десятилетия Республиканское книжное издательство впервые выполнило план работы за первое полугодие. Выступившие отметили огромную заслугу в этом деле нового директора Розы Боинсузовой. Я уже 15-х годов работаю в издательстве, не было такого случая, чтобы все запланированные книги вышли в первом полугодии. А в данном случае все вышли уже. Понимаете, как это, это я вижу только заслуги нашего директора. Последние две книги – это завершение госзадания. Мы план выполнили на 22-й год. Так что, конечно, впереди больше планов. Надеемся на лучшее издание. Мы хотим издавать качественную литературу, которая пройдет и союз писателей. В начале июня книжное издательство уже представило читателям два поэтических сборника. Наталья Тесленко «Роняет липа листья золотые» и Махмуда Кубанова «Цветок и змея». Мурат Джанкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok